Художная студия «Жемчужина» представляет. Доброе утро! Сегодня я хочу познакомить и рассказать вам про свои картины, которые написаны Маслом, самые-самые первые работы, когда я еще училась. То есть, например, эта работа написана первая в 1999 году и примерно 20 на 20 сантиметров, такая унылая осень. Вторая работа, я уже не помню, была ли она вторая, но это натюрморт с картошкой, и ее приобрел мой отец за 80 гривен тогда. Но если декретные 85 были, то нормально. Первые работы рисовали студии с Корягиным Николаем Ивановичем, художником. И он часто там подсказывал, что-то поправлял. И вот луком я долго возилась, в итоге он подошел, двумя мазками сделал эту кожуру от лука, вылипил картофелину, но с драпировкой и кувшинчиком, флэчиком этим долго возилась. Вторая работа с 60 на 40 сантиметров с травой, кувшин с травой за два дня было написано. Особое внимание выделялось рисунку на кувшине, и потом все это бриками размазывалось, чтобы придать реалистичность. И ложечка, чашечка, вот это все. Все натюрморты выставлял вживую Николай Иванович, и писал при этом свои картины, и ходил ко мне заглядывал, как я там пишу драпировки. Вот. Очень благодарна своему учителю, который вдохновил меня на работу Маслом. Эти работы уже рисовала под руководством Гриппость Вадима Владимировича. Вот. Тоже где-то подсказывал. Ну, захотелось мне вот эти корабли голландских мастеров скопировать с репродукцией. Дальше вот это море с интернета. Оно не очень реалистичное, но благодаря вот той воздушности и тому, что Вадим Владимирович работал с фотографией, у нас получились скалы, волны. Ну, а траву я уже так коцала, как-нибудь песочек, траву, камешки. Вот. И тут мы учили движение волн, как правильно воздушность передать в горах. Вторая. Работа тоже горы и из книги Донецкая степь, ковыль. Вот там между камнями ковыль есть, да, поля ковыля. Между камнями также водичка какая-то на ручеечек. И здесь также передавали воздушность, но из-за того, что работа с фотографией нарисована, вот есть такая какая-то фотографичность. Вот. Это работа Святогорская. Как-то увидела Кравченко Алла Ивановна, хотела себе такую, но так я ее и не донесла к ней. Вообще, в Святогорске здесь очень много проработано деталей, света, камней, листьев, изгибов, самого храма, окошек. Вот. Передана осень. Было нарисовано с календаря Святогорской лавре. Вот. Колокольня. Там свет какой-то внутри. Купола мне помогал рисовать репость Вадим Владимирович. Вот. И работа получилась очень яркой. Такой не тусклой по сравнению с теми горами, которые были. Детали на скалах. Видно, что прорисовано. Эту работу уже рисовала я в студии. Уже когда был Мохитка Дмитрий Владимирович. И он тут мне помогал прописать небо. Такая ранняя весна. Природа пробуждается. Тает снег, ручеечек, яр. Он часто ездил в лесах, фотографировал. И вот эта работа с фотографией тоже. Но она 60 на 80. Огромная работа. Еще такая большая работа. Осень была директору третьей школы нарисована. Здесь тоже эта работа была нарисована с копией Мохитка Дмитрия. Огромная картина. Сама копия меньше. Уже 40 на 60 сантиметров. И она все такая легкая, воздушная. Именно мне понравился свет, льющийся с небес. И вот эти фиолетовые цветы. Но они здесь не фиолетовые. Какого-то другого цвета. Вот. Рисовала я ее дня три. Вот. Сидела долго над деревом. Мохитка подошел. Мне это дерево там тремя мазками сделал. Помог. Но цветы так и не успела я дорисовать. Уезжала в Киев. Ну. В принципе. Он сказал. Можно оставить так. Ну. И здесь все написано широкими мазками. В отличие от предыдущих. Работает много реалистичности. И так. В стиле уже какого-то. Ван Гога. Или Рериха. Вот что-то такое. Именно здесь был ваш мазок. Цвет. Ну. И она подходит под интерьер. И в Лимане. И в Киевской области. Вот бы села бы нормально. Если вас заинтересовали работы. Можете написать в комментариях. Приобрести их. Но предупреждаю, что они в Донецкой области. В городе Лиман. Украина. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.